привет друзья это очередной выпуск нашего видеоблога сегодня подробный рассказ о прошедшем в центре перемещения во времени код мероприятие премьеры проекта автобусная всем привет да вот так вот мощно проходила премьера проекта автобусная оффлайн премьера как уже шутят мои друзья прямо как в финале голливудского фильма про успех ну будем надеяться что до финала еще далеко сегодняшнем выпуске вас ждет подробный репортаж премьеры и последний анонс и трейлер проекта автобусная зал было любезно предоставлен нам с 6 до 9 часов вечера ход невероятно удобная креативная площадка сотрудничать с которой нам понравилось во всех отношениях с момента первой публичной премьеры прошло уже без малого 8 лет в далеком уже теперь 2011 на удельный в кинотеатре уран мы делали показ проекта петербург своими глазами и вон как с тех пор все поменялось были конечно некие опасения что не придет народ все таки последние несколько лет мы говорили о железной дороге а тут вот это поворот автобусы прибыв заранее на настройку оборудования было грустно смотреть на пустые вешалки но пока мы все настраивали люди начинали подходить первым делом пожаловали как раньше говорили на тв наши самые юные зрители позже подходили те кто освободился с работы в какой-то момент когда все было настроено мы отправились в гримёрку народ же прибывал и гдр-овский микроавтобус робур благополучно скрашивал ожидания нашего появления на сцене скажите что вы ждете от проекта автобуса это автобусная наверное новую интересную ранее незнакомую информацию их роликах потому что проект уже дорожная было много чего интересного и даже интересуюсь этим вопросом узнал много нового вы было первое видео дабыл с вами те которые вы увидели я попал на от ретро баса совместно федор черноусов евгений материи сегодня мы представим вам наш новый проект называется он автобусная как поступим сегодня на нашем мероприятии сейчас мы минут где-то 15-20 чуть-чуть поговорим о том как мы дошли до жизни такой потом мы посмотрим первую серию сделаем небольшую паузу такой антракт в которой в этом антракте будет возможность сфотографироваться с нами со звездами на фоне этого замечательного автобуса который федор заботливо сюда притащил и потом после этого антракта и фотосессии перерывы на бургеры мы посмотрим с вами вторую серию нашего проекта первая серия на где-то полчаса занимает 2 45 минут ну и после вот этого всего у вас будет возможности зала задать нам ну пусть и микрофон до такой живой до посинения будем отвечать на ваши вопросы да здесь такое пространство свободное можно перемещаться туда и сюда то есть могут достаточно в этом отношении удобно и вольготно ну что заполним паузу пока перед тем как кино проектор заряжается нашим новым диафильмом рассказом о нашей так скажем истории я вспоминаю 2007 год вчера был тот день когда я встречал пороге там она парк юного высокого молодого человека в костюме длинный волосальный который приехал на вишневый восьмерке ну или зеленый 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 восьмерке я тоже когда приехал в восьмерке песочного света родители однокурно сюда не покататься так вот пришел парень с камерой вонки с горящими глазами давай говорит снимайте фильм про трамвай да все дело в том что в интернете была такая технология flash может быть кто не помнит мой сериал масяня появилась эта флеш технология которая позволяла небольшим размером файла передавать изображение и я все ждал когда же эта технология разовьется настолько что появится возможность передавать видео и вот появился тогда youtube как раз тоже 2007 я как я сказал вау все покупаем видеокамеру снимаем фильм естественно про трамвай про что же еще ну я поскольку иногда волонтере в трамвайном музее в общем-то выступил в некотором роде накидку ледяков по миру конструкцию электротранспорта этот фильм мы приурочили к 110-летию если я не ошибаюсь трамвай в офицерпурге и должны были выпустить его уже в сентябре а дело было в июле то есть это было очень небольшое время для подготовки написания сценария и так далее но в общем-то такие бессонные ночи записи дисков пристали на домашнем и все получилось да это было интересно и как сейчас вот я у реставрирую выкладываю в нашем видеоблоге он 72 минуты как мы тогда умудрились размахнуться на такой хронометраж это удивительно ну а потом пошло-поехало нам как-то понравилось тогда конечно на ю тубе но youtube тогда сам еще не понимал чего он хочет вообще от креаторов от создателей и тогда надо сказать что в принципе фильм прошел но потом youtube сделал такой реверанс в сторону котиков приколов и вот только-только сейчас последние года три он наверное из этого состояния выходит и на ю тубе начали появляться более-менее ну какие-то интересные такие думающие вещи то есть вот насколько мы опередили тогда можно сказать время похвастаться ну и второй формат полного метра перейти к короткометражкам и так появился проект петербург своими глазами мы решили отойти от транспортной тематики и все же про транспорт снимать а больше уйти скажем так в краеведение и рассказать про у нас город но не парадный петербург а окраины петербург про те районы которые обычно никто ничего не рассказывает по крайней мере на тот момент это не было так популярно как сейчас те улицы и дома мимо которых мы каждый день едем или проходим по пути домой на работу они тоже содержат в себе определенный класс истории таким образом появился своими глазами мы сняли два сезона про разные районы города и даже замахнулись на третий сезон но поняли что ну да это все-таки региональная такая история была youtube он про про все что в россии вообще все что в мире вот там надо как-то так и мы решили сделать шаг назад и вернуться к железнодорожной тематике и а что у нас еще было а да 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 это история до которой хотелось бы забыть та история хотелось бы которую забыть но нет да первый наш большой успех первый наш миллион просмотров именно сняты абсолютно так сказать без без да без какой-то задумки просто снятый вот как пародию на американский чоппер там ну что такое вот потому что федя как раз начала заниматься активно уже профессионально этими автобусами разбирать их не всегда собирать назад но вот тем не менее бесконечно как это их покупать разбирать собирать ездить мы решили вот сделать такую штуку 5 серийную и она так зашла там какие-то ну до сих пор смотрят на радости попали мы как раз тогда вот в центр youtube а потому что да 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 понятно что актеры на совершенно никакие и как бы не было задачи как-то обыграть но получилось то что получилось и при том что на нас были вылитые какие-то огромные ушата с критикой это в общем то нас закалило в некотором плане и дало понять куда двигаться дальше то есть мы попробовали такой документальный формат попробовали такой формат исключительно развлекательный поняли что правда то истинно где-то в середине что зритель хочет и того и другого одновременно да ну и вот как я уже опять сказал сделав шаг назад начав проект железнодорожный именно здесь мы начали расти практически как на дрожжах потому что видимо вот именно в этом это 2000 2014 же год насколько я помню до был старт этого проекта или 15 14 по моему потому что именно вот в этой точке видно youtube уже насмотрелся котиков и сборников приколов и захотелось чего-то чего-то такого ну более менее адекватного и интересного и кривая нашего роста пошла вверх ну и собственно говоря говоря она до сих пор идет и четвертый проект очень много пишут нам наши подписчики и зрители где же железнодорожная железнодорожная снимается и четвертый сезон снят на 80 наверно процентов осталось меня где-то запереть чтобы я это все смонтировал свел и выдал на гора потому что есть даже серии консервные такие которые сняты еще на предыдущие поколения оборудования но которые я все равно выпущу они будут чуть-чуть хуже выглядеть чем вот то что мы делаем сейчас а сейчас то мы делаем вообще ух мы замахнулись да 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 ну чтобы вот звук писать сейчас вот это все здесь вот есть да такая малышка снимает 60 кадров в секунду которыми мы не перестаем хвастаться кстати есть идея потом записать здесь тоже стандапа вы нам все поможете но это уже как говорится фильм вперед потом уже чтобы вас не мучить железнодорожность хорошо но рейсы иногда надоедает поэтому решили дилерсифицироваться и рассказать наконец про автомобильный транспорт запустив цикл автобусный на самом деле наверное никакой проект мы не готовили так долго как этот это касается всего и сценарной части и фактекинга и в общем-то режиссерской работы наверное операторской и монтажной короче говоря на создание вот этих двух серий ну да от продумывания концепции до понимания даже все нужно по новой делать подбирать музыку заставки делать как какие-то опять же вот ну раз мы вдвоем в кадре продумывать как-то чтобы друг друга не не забивать не затирать потому что у нас вот был как раз этот опыт в петербурге своими глазами димаш втроем там ходили вот ну я считаю что более-менее мы с этой задачей справились а вас ожидает две серии и они на самом деле очень разные потому что первая она такая более академичная да и похожи наверное на классические серии из проекта железнодорожная а вторая серия я думаю ну те кто дождутся я надеюсь что никто из вас не убежит вторая серия она так конечно бьет там практически получился классический документальный формат телевизионные 52 минуты чуть-чуть не хватает но я думаю мы мы добьем да да и вот я к тому что сейчас как раз есть запрос на большой хронометраж как со стороны зрителя так со стороны платформы в общем-то мы рассчитываем что это бомбанет ух так как следует в аппаратную включать первую серию и собственно говоря тогда встретимся где-то через полчаса чтобы услышать ваше первое впечатление перед началом показа мы пустили обратный отсчет на экране очень было трогательно когда зрители начали проговаривать в голос последние секунды отделяющих от вожделенного контента честная пионерская сегодня последняя дразнила уже в ближайший четверг 11 апреля 1800 вы увидите своими глазами причем обновленную версию потому что мы по результатам вот этого оффлайн показа еще сделали несколько исправлений так что обновленную версию смотрите 11 апреля в 18 часов это будет онлайн премьера там будет открыт суперчат и вы сможете опять же с нами пообщаться 1 2 3 5 6 7 7 1 Привет друзья это WSV Media Хочу сказать привет это железнодорожная но это не железнодорожная и сегодня мы начинаем наш новый проект автобусная и на ваших экранах легенда советских и российских дорог икарус 280 икарус 280 городской сочлененный автобус особо большого класса выпущенный невероятным тиражом вдумайтесь 61 тысяча 175 автобусов и машинокомплектов это самая массовая гармошка в мире такой же символ венгрии как консервированный горошек глобус и кубик рубика легендарный автобус стоял на конвейере более 30 лет и поставлялся в 24 страны мира Детище дизайнера ласло финты разработанная в конце 60-х универсальная модульная конструкция 200 серии позволяла из стандартных компонентов производить как городские так и междугородние автобусы различного назначения и вместимости благодаря этому достигалась существенная экономия на масштабе ставшая ключом к успеху завода икарус модель 280 в этой линейке является предметом особой гордости венгров ну и нашей ностальгии разумеется что за машины времени не бывают? нам интересны ваши комментарии оставляйте их до встречи в следующей серии проекта автобуса Ну что, как оно? Круто! Если круто, вот подписи к каждому видеоролику и на нашем сайте, это был Сергей Дмитриевич Дуров, указанный реквизит, где вы можете нас поблагодарить, как ваше душе угодно. Ну, это так, к слову, так сказать. Вот свет появляется. Ну что, у нас небольшой антракт, потому что надо набраться сил, наесться бургеров, кому-то выпить пиво, кому-то чай, кому-то молочный коктейль. Потому что впереди у нас поездка в замазках, вы уже только что слышали, а там будет, ох, горячо. Друзья, встречаемся в половину восьмого, здесь же будем вас ждать на вторую серию. Да, это будет такое мощное кинопроизведение. Там кернометраж будет побольше и, в принципе, подача будет несколько иная, потому что, опять же, мы находились в поиске, так скажем, этого формата. Вот после просмотра интересно как раз будет их сравнить, да, потому что здесь такая академическая история. В перерыве нас с Федором просто атаковали желающие сфотографироваться или задать вопрос. Так, вас в краем, да, сфотографировать? В краем. В краем можно по очереди. Да можно там. Да, да, да. У вас есть линия? Пожалуйста. Спасибо. Так, как закон обратной связи не имеет, там на самом деле, нет, есть страйки, что-то, из старых техмеров. Спасибо. Все время пока спитает. Да, пока спитает. Я счастлив. Убьюга какой-нибудь, дарвошечка. Это можно ждать? Скажите, как в целом для вас начало премьеры? Здорово, куча народу. Не знал вообще, сколько будет народу. В принципе, количество людей более чем устраивает. Все сиденья, которые мы задумали, 160 мест, они все заехали. Центр перемещения во времени код. Это какое-то специальное место, которое вы выбрали? Или оно было случайно? Мы искали себе площадки, где нам организовать премьеру. И остановились на ней, потому что она новая, современная, вообще-то такая крутая площадка. Нам очень захотелось здесь сделать это мероприятие. Ну и, собственно говоря, мы приговорились и его сделали. А сейчас вы сделали то, что называется у блогеров с фоткой. Как вам вот эта атмосфера, когда вы видите своих подписчиков? Ну, здорово. Атмосфера, в голове, она очень бодрит. И перед мероприятием очень бодрит тоже. В общем-то, заставляет, как пишут во всяких умных статусах ВКонтакте, выйти из зоны комфорта и прочее, прочее. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. После 20-минутного перерыва мы продолжим. Давайте продолжать сегодняшний наш ивент, как говорят по-модному. Сейчас мы отправимся с вами в заснеженной Арзамасе. Будем кататься на пульпающих рязах 677. Я, честно говоря, вам немного завидую. Потому что после возвращения из этой нашей командировки, о, командировки появились. Я, конечно, несколько дней еще в себя приходил. Арзамас единственный город в европейской части России, где по-прежнему эксплуатируется рязышу 777. И не качество экскурсионных автобусов, а именно качество каждой 10 преднельных машин. Их там осталось на сегодняшний день 6 штук. Ты сейчас всю серию расскажешь и будет интересно смотреть. Мы говорим в серии о том, что 19-й год, скорее всего, станет последним их историей. Буквально вчера созванивался с главным инженером местного автобусного предприятия, который сказал, что мы все современные автобусы сейчас поставили к забору, потому что частей на них нет, готовим к выезду я за 677. Так что век этих автобусов от них не завершен. С 1 апреля их станет на линии там еще больше. Сейчас мы отправимся тогда в аппарат. Наверное, мы знаем, что мы смотрим эту серию, а потом опять сюда поднимаемся, и все вопросы, которые у вас накопились, которые я сейчас еще у меня и Федора не задали, вы сможете задать, что пойдет микрофон в зал, ну и будет у вас какой-то брифинг. Кто там задаривается еще патербродами, бурками и прочим, в принципе, может нам спокойно это делать, потому что в баре дублируется картинка и звук. Так что в общем, все для вашего удобства. Потому что это пространство-код, центр перемещения во времени. Спасибо ему еще раз. Ну что, поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Лиас-677 это тот самый со звуком бутылок где-то под полом. Он коптит небо с 1963 года. Именно тогда свет увидел первый опытный образец. Любой, кто хоть раз ездил на этом автобусе, наверняка его вспомнит. И потекут по щекам ностальгические слезы. Тем интереснее оказаться в нем сейчас. Как оказалось в России и сопредельных странах есть еще ряд городов постоянно эксплуатирующих этот автобус на рейсовых маршрутах. В европейской части России последним из таких городов оказался Арзамас. Скотовоз, луноход, сотка. Какие клички за долгие годы жизни этому автобусу только не давали. Их этимологию разберем чуть позже. Пока же захлестывают эмоции. А у тебя банковской можно картой вводить? Пожалуйста. Банковской картой? Вай-фай есть. А куда? Сюда прилагают? Да, да, да. А несколько билетов можно вводить? Можно. Еще два. А вы там вас первого доедете? Доедете. Еще раз. Киберпанк! Киберпанк! Киберпанк наяву! Шептал наш оператор, ошалевший от происходящего. Руки его тряслись. Хорошо, что в руках современный стадикам, записывающий в высоком разрешении с частотой 60 кадров в секунду, как я, в 2019-м оплачиваю бесконтактной банковской картой проезд на рейсовом Лиазе 677. Оснащенным, кстати, еще и глонасом. Такое даже Стругацким в голову не пришло бы, а тут пожалуйста. В голове сумбур, мозг отказывается верить в происходящее. Кажется, что это все съемка кинофильма в очень хорошо сделанных декорациях. Совсем другое дело, как говорится. В отличие от первой серии. Ну что, вот так вот. Несколько она, конечно, производит наступающих впечатлений. Но я говорю, я после этой поездки два дня ходил. Потому что не знаю, насколько. Я думаю, что у Домин там надо притушить дальнейшее воспроизведение. Это парад, мы сейчас обращаем, чтобы у нас не задушил сейчас этот повтор. Да. Ребята, спасибо вам за прекрасные две серии. Это действительно некая машина времени, которая уносит тебя далеко-далеко. И это было много лет назад. Это прекрасно. Это уже забытое ощущение даже этой ручки, которая в автобусе была сделана с определенным материалом. Спасибо вам большое. У меня остался один вопрос, потому что было их два. И один из них был. Будут ли серии про электрические машины. Но я услышал, что будут. И это хорошо, потому что это уже не только наше настоящее. Вернее, не только наше будущее, но и уже настоящее, поскольку эти машины уже ездят. И второй вопрос, чисто технический, наверное, к Феде больше. Задний мост у Никаруса и у Ляза. Разный или одинаковый? Спасибо. По-моему, об этом было немножко в серии сказано. Кратко скажу, что это одна и та же конструкция венгерской фирмы Раба. Сделанная в городе Дьор. Соответственно, эти мосты поставлялись в Советский Союз. Ставились на львовские автобусы и на Лейтинске. А передние мосты делали на Лиазе, и они поставлялись в том числе в Генгрию. Ставились на карусе. Здравствуйте. Дмитрий зовут? Я буду шагом берем, делайте. Потому что мне иначе светят лампочки. Я не вижу к ним, кто спрашивает. Я поставил. Я когда свяжу, я сразу попу назад. Да, да, да. Я представился. В Москву к вам приехал. Рад вас видеть. Здорово, здорово. Это вы в комментариях писали. Да, да, да. Просился. Вот, посмотрите. Мне вопрос. Даже, наверное, к Кодру и к вам. Сюжетная, юмористическая, живая линия ретро-бас будет продолжаться. Мастерская, мастерская, ретро-бас будет еще в эфире. Ну, очень захватываясь. Честно. Я пересматриваю их постоянно. Я не могу просто это комедийное шоу за интересные события, с выставками, с поездками. Сюжет очень интересный. И еще, второй вопрос, вот сразу на это. Вот вы недавно выпустили ролик, по-моему, может даже год, может полгода, про автомат газированной воды. Я помню. Вот что-то подобное тоже делаете. Интересно, сколько вещей, которые измерили мир, людей, вот, они, мне кажется, тоже наберут обороты. Но только там, только автомобиль, что такое. Спасибо огромное за вопрос. Я отвечу на первое, Сергей на второе. Что касается формата вот этого мокюмента, да, мокументального кино, парадийного, то, как мы уже говорили, в самом начале нашей встречи мы решили сейчас от него отойти, перейдя в более классический формат, но привнеся в него элементы, вот эти, развлекательные. И мы сейчас стали свидетелем такого эксперимента, именно по второй серии, когда мы рассказывали про 677-й язык, как можно попробовать скомпоновать и сделать микс из познавательного и развлекательного, и отчасти парадийного тоже кино. Но вот от той истории для такого зрителя, скажем так, без особых запросов, мы сейчас решили отойти все-таки в сторону более интеллектуального кино. А вы посмотрите, добавлю, медицинский автобус, у меня фото есть черно-белое, а которые комбультовались в каждом автобусном парке, стояли, ну, в запасе. На оснастилки, которые обминали вот эти вот резьбовые накрыши, вы помните? Так, про Old School, в принципе, там есть отснятые материалы, мы его в формате видеоблога выложим, но в формате отдельного, наверное, не пойдет, потому что там изначально был задуман кренометраж небольшой, и просмотры были не очень. Ну, в принципе, я-то рад над всем работать, просто времени не хватает, надо над чем-то, ну, это выбор делать, не могу и одновременно работать над сразу над всем. Вот сейчас за автобус мы схватили, сейчас вот эти две серии выпускаем, потом на железнодорожные навалимся. По ботному вот этот формат видеоблога мы развиваем, в который все какие-то идеи тоже, ну, в нем интегрированы будут. Ну, а про Мерприментарь, не знаю, вот тут надо, опять же, если замахиваться, выходить на каком-то качественно новом уровне, ну, может быть, когда-нибудь тема... Ну, а он такой очень непостоянный, но первая серия с хорошими просмотрами, вторая, третья, четвертая с плохими, а пятая с очень хорошими. Ну, то есть, вот такое непостоянство тоже непонятное. Хочется, конечно, как создателю работать над тем, что... ну, то, чтобы выстрелить, над тем, что будет интересным. Ну, это нормально, в принципе, на волосы, да. Меня зовут Даня. Я прилегал сюда. Мне очень интересно было посмотреть на новое шоу, новый сериал. И у меня вопрос возник организационный. Заплатили ли вам МТС за рекламу в обеих сериях? Там нет никакой рекламы, рекламы чего-то. С удовольствием заплатили бы МТС, МДФЛ, любой-другой налог. Ну, в случае наличия каких-то рекламных доходов. Не, на самом деле сейчас начинают поступать какие-то от рекламодателей заявки. Это такое большое искушение. Строить фильм, ну, или там, произведение ломать, пористование. Ну, добавляя туда, интегрируя какую-то рекламу, как, в принципе, делают сейчас ноги. Это, в общем-то, уже обыденные вещи. Ну, не знаю, мы, если я это окончательно еще не решили, поспорим. Ну, что, тогда, я так понимаю, что очень близко. Сергей, Федор, спасибо вам огромное за вашу работу. Очень давно вас смотрю. Многие серии пересматриваю. Некоторые не по одному разу. Ну, вопрос такой. Вот у вас есть формат видеоблога и есть формат вот ваш основной. Но и тут есть какая-то градация. То есть есть выпуски со всяких, ну, с различных выставок. То есть, допустим, смарт-транспорт или презентация вот выходных вагонов. И стоит ли их сделать так, чтобы, как бы, в формате новостей, но с минимальным монтажом, но как можно чаще. Просто такое происходит, что выпуски выходят через несколько месяцев просто после самого мероприятия. Вот интересно, что вы будете. Я понял, да, вопрос. Собственно говоря, для этого и был задуман видеоблог, чтобы чаще проявляться, чтобы было обратное связи. Это первое. Второе. Количество, так скажем, просмотров вообще никак не связано с информационным поводом, как или не удивительно. Потому что иногда мы старались сделать что-то побыстрее, потом в инфопровод, но разницы не было никакой. Поэтому мы для себя определили, что лучше чуть-чуть, так сказать, все определить, сделать хорошо. И не совсем не столько сделать привязанным к инфоповоду, сколько вообще хорошо рассказать про уже прошедшее, все равно уже прошедшее на этот момент событий. И вот, например, наша серия СЭЦПА, ну, железнодорожная мастерка «Экспо-19-20», которую мы выпустили, она была в августе, а мы выпустили зимой, и по сравнению со всеми теми роликами, которые были в интернете, которые там народ в лыхах выкладывал в августе, то, что мы сделали и выложили зимой, это все забыли уже, оно как-то набрало вот и не больше всех, на слезах. Так что мы все-таки, в первую очередь, на закачество, мы вот поэтому не так долго с напильником и шкупкой бегаем на автобусном. Кстати, вот версия, которую вы сейчас смотрели, она не окончательная, куда Федор еще три минуты материала впихнул про модификацию 677-го М и еще прошлое. У меня, честно сказать, уже от монтажа бесконечно всего Элиаза, она уже такая, Элиаз уже половина. Спасибо большое. Вот я вижу, там руки тянут, чувствую себя уже как по прямой линии. Здравствуйте, спасибо большое за презентацию, очень приятно видеть присутствовать. Скажите, пожалуйста, имеет отношение название вашей студии к служебно-соединительным ветвям или нет? Если нет, то что? Спасибо. Ну да, это было бы круто, но это слишком было бы сложно. Нет, это просто аббревиатура, а фамилия не очень. И, кстати, надо сказать, что сейчас я, конечно, так не назвал бы уже канал, потому что, куда не придешь, там будет, ну, регистрируешься же, там, на пресс какие-то приедете, или еще на что-то. Там говорят, вот, вот, куда-то там, куда-то там. Короче, медиа, заходите и проходите. Да, дальше расскажу. Здравствуйте. У меня вопрос к вам. А вы высеваете про всякий европейский автоспорт, там, Солярис или Месседес? А это вот Федя, да, он уже продукт. Конечно, история с ретроавтомусом интересная, но, наверное, только для меня еще пара других. Поэтому, конечно же, мы будем в рамках этого проекта освещать современные машины тоже. Есть уже определенные договоренности, наметки с ряда перевозчиков и производителей. Поэтому ждите, все обязательно будет. Забегая вперед в третью серию, оказывается, у электробуса двигатель непосредственно интегрирован прямо в колесо, и вот, давай, он толкает эту штуку, и занимает это все маломестное, и задняя площадка. Поэтому, как говорится, вот. Для меня это, когда я начал работать, очень сильно удивило. Поэтому все узнаете в третьей серии. Если бы не было. Сергей, вопрос про железнодорожное. Скажите, что нам ждать в четвертом сезоне, и будет ли также премьера четвертого сезона? Насчет премьеры четвертого сезона надо подумать. Я смотрю, что сегодняшний мероприятий можно записать в актив. Ну, не знаю, мне нравится. Это тоже глава QL. Там, конечно, серии покороче, они там 10-15 минут. Ну, что-то, может быть, вместе с музеем RGD мы что-нибудь придумали. Эта площадка мне очень понравилась. Очень много серий уже сделано. Ну, не сделано, а отснято. Там, порядка 10-ти. Вот. Надо, я говорю, чтобы где-то запереться. И монтировать, монтировать, монтировать. То есть там много таких вещей. Ну, не знаю. Людям скрывать. Ну, хорошо. Автомобили ООС там есть. Номерной все. Как готовится. Это метропоиск. Там практически целый уже. Вот. Препост про 677. Столько же материалов и съемок. Хочется съездить и посмотреть, как они там себя ведут в Европе, в Восточной. В других городах России. Ну, то есть вот мы обрастаем материалами и, надеюсь, потом выйдет на гора. Спасибо. Банда из ретро-бас, которая снималась в мокументальной серии. А почему? Смотри, тоже комиссист в Европе сейчас. Григорий поменял автобус на трамвай. Теперь его можно встретить и второй снимать. Вагонов ландского трамвайного парка. Наверное, я не знаю, что банды ретро-бас здесь нет. Здесь полным-полно. Банды ретро-бас просто они никаким образом себя не проявляют. А в рамках проекта «Автобусная» будут троллейбусы? Слушайте, троллейбусы, они все-таки не автобусы. Будут электробусы, мы уже проговорились. Троллейбусы. Ну, может быть, как-то… Тема-то тоже, конечно, интересная, но я все опасаюсь, что она не только интересная у нашей аудитории, как автобусы, как железная дорога. Но что-то про троллейбусы мы, может быть, будем, ну, так, поглядывать и вам рассказывать. А, ну, кстати, наверное, опять же, вот в серии про электробусы будут троллейбусы с автономным ходом. Мы тут за ними гонялись по Петербургу. И оператору пошли в день и говорит, боже мой, как это все скучно с троллейбусами? С автобусами гораздо интереснее. Ну, шутка. Не в обиду троллейбуса, не фанат троллейбуса. У меня просьба к парадной включить видео без звука какой-нибудь из прошедших серий, чтобы оно просто, ну, экран было задействовано. И мы тогда снимем, и вы все будете участниками ближайшего. А на сцену можно, наверное, как-то свет дать, помнишь? Или? А ты можешь просто стоять. А вы все тоже будете участниками и посмотрите ближайший видеоблог. Вот сразу плюс 160 посмотришь. А мне микрофон не нужен, но вот здесь вот сейчас, я смотрю, пишет. Раз, два, сейчас. Берем вот такая штука, да, которая больше не звук. И в ней, и Федя тоже вот я сейчас пожал. И все. И не надо бояться, что это петличка какая-нибудь, на нее подействует. Допустим, на петличку вот на железнодоруке очень плохо снимать, потому что контактная сеть, она дает на них потом оккупаться, она все потеряет. Да. 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 Привет, друзья. Это... Привет, друзья. Это очередной выпуск нашего видеоблога. И сегодня подробный рассказ о прошедшем пространстве и уход в мероприятии с премьерой проекта «Астон». Всем привет! «Астон». Спасибо! Ну и по правилам в общем всей этой истории, я думаю, мы это делаем технические. Это правда. Потому что сейчас могло что-то произойти не так. Думаю, ну чай уж и правда. Бывает первый выбор запишу, а второй запарывается, второй запарун, третий запарун, четвертый запарун. А вот есть такая действительно традиция. Первый хороший, второй запарывается. Обычно Женя говорит начали, или там еще поехали, или пишут. Привет, друзья! Это очередной выпуск нашего видеоблога. Сегодня подробный рассказ о прошедшем центре перемещения во времени под мероприятие премьеры проекта автобуса. Всем привет! Ну вот, добро пожаловать на Ютуб. Молодцы! Ну что, всем спасибо. Я очень рад, что у нас сегодня такое мероприятие прошло, и по-моему, прошло оно на отлично. Спасибо, что пришло. До новых встреч! Ребята, скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, премьера удалась? Молодец! Мощный! Мощный! Мощный человек, тут есть, тут есть, тут есть, в некотором данном принципе, это как посчитать, да? А еще стримеров, здорово-здорово! Премьера второй серии 25 апреля, также в 18 часов, до встречи в автобусном, пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...